И снова здравствуйте! Гражданская оборона очень внимательно следит за военной ситуацией около границ Украины, анализирует многочисленные международные встречи Путина и звонки Макрона, перелопачивает гигабайты российских и зарубежных СМИ. Всё, договорились, Макрон с Путиным, договорились, Россия заберёт свои войска из Беларуси. Вы что, больные? У нас всегда после учения войска возвращаются домой. Мы знаем и о 16 февраля, и 9 путях наступления, и иностранных дипломатах, читали Блумберг и Шпигель, и СНН, слышали многих военных экспертов. И вот, что мы хотим сказать. Отставить панику. Мы готовы настолько, насколько готовы. В Украине есть армия, есть миллионы патриотов, есть желание защищать свою землю. Бабушка берётся за оружие, чтобы защитить Украину от России. Она записалась в территориальную оборону своей страны, чтобы прижать к ногтю Владимира Путина. Один маленький паренёк 4-х лет присоединился к упражнениям, которые помогают подготовить гражданских среди страха полноценного вторжения. Помимо прочего, по сообщениям российского командования, войска Южного и Западного округа, как раз те самые, что терроризируют границы Украины, начали возвращаться в места постоянной дислокации. Подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие задачи, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и сегодня начнут движение в свои воинские гарнизоны. Насколько можно верить этим манёврам, покажет время. К тому же, никто не знает, что в голове у президента РФ. Но открытое нападение на Украину – это выстрел себе в висок. И это понимают все – российские элиты, чьи дети вынуждены будут покинуть элитные школы Лондона. Бизнесмены, экономисты и банкиры. ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 1% пункт до 9,5%. Это максимум за 5 лет и 8-ое повышение ставки подряд. Простыми словами, это значит, что население РФ заставляют меньше тратить на потребление. То есть вынуждают затянуть потуже пояса. Мол, кушайте меньше, чтобы цены не росли. Девушка сетует, не успевает менять ценники на привозную курицу. Поставщики ломят цены каждый день. Подорожал всё, даже хлеб. И теперь приходится задуматься, взять целую буханку Дарницкого или обойтись половинкой. А пока россиянам настоятельно рекомендуют покупать пол буханки вместо целой, президент Великой и Могучей наконец-то решил покинуть свой бункер и отправился в гости к своему, как он считает, главному союзнику. Визит в Поднебесную – первая зарубежная поездка Путина в этом году. Кадры, где Путина оградили от всех на церемонии открытия Олимпиады, облетели весь мир. Такая боязнь президента РФ перед ковидом прослеживалась и на той же встрече с Макроном, после которой мемов в интернете было не счесть. Хочется спросить, а как же супер-пупер-вакцина «Спутник Ви»? Принял для себя решение привиться вектором, привиться спутником Ви. Даже бустерную дозу вколол. Специалисты порекомендовали провести процедуру ревакцинации, что я и сделаю. Для полной защиты даже нюхнуть пришлось. Это просто тот же шприц, только вместо жидкой субстанции он набрал порошок, попросил меня вдохнуть глубоко на счет 3. Как видим, защита от коронавируса в России существует в любой форме. Так отчего же такие серьезные предосторожности? Видимо, от того, что все прекрасно знают, что российские вакцины – это не более чем обычный физраствор. Это, к слову, в очередной раз подтвердил Владимир Жириновский. Жириновский попал в больницу в тяжелом состоянии. По данным СМИ, политик заразился коронавирусом. У него поражено от 50 до 75% легких. При этом главный кремлевский шут является одним из самых ярых вакцинаторов. У меня уже 6 прививок, а вы будете ходить без прививок и заражать. По заверениям самого Жириновского, в конечном итоге у него было 8 прививок от ковида. Но они политику никак не помогли. Поэтому меры предосторожности вокруг российского гаранта вполне обоснованы. При этом обычный народ пусть болеет и мрет. Впервые в России от коронавируса умерли больше тысячи человек. Такого не было с начала пандемии. Прививаться западными вакцинами в РФ запрещено. Точнее, эти вакцины не признаются в России. То есть прививка Пфайзером или Модерной не дает тебе права выхода на работу. Так как ты не считаешься привитым. Но работа работой, а здоровье здоровьем. Вот поэтому в России в последнее время стали популярны так называемые вакционные туры. В Европу за прививкой. Москвичи едут в Сербию и Германию, чтобы получить импортную вакцину против коронавируса. И скажем честно, цена таких туров немаленькая. Возьмем самый дешевый вариант – Сербия. Приезжать придется дважды, так как препараты двухкомпонентные. Средняя стоимость вакцинного вояжа в Сербию в два заезда – 116 тысяч рублей на человека. В переводе на нормальные деньги – это полторы тысячи долларов. Согласитесь, не каждому по карману. Но разве это Кремль интересует? Для них важен фактор популистского величия. То есть не важно, хорошо это или плохо. Важно, что это российское. И этим нужно гордиться. И так во всем. Вот последний пример с Олимпиады. Призываем всех ее поддерживать. И говорим Камиле, Камила, не прячь своего лица. Ты россиянка, гордо ходи везде. Как вы все, наверное, уже догадались, речь идет о допинге. Естественно, о российском допинге. Международное агентство тестирования подтвердило, что в пробе Валиевой обнаружен препарат 3-метазидин. 15-летняя фигуристка создала серьезный прецедент на Олимпиаде в Пекине. Камила Валиева принесла немало баллов в командных соревнованиях. Но после оглашения результатов ее допинг-пробы, золото всей команды оказалось под большим вопросом. Российские фигуристы выиграли турнир. Валиева внесла весомый вклад. Ее дисквалификация автоматически лишит российских фигуристов золота. Прецедент состоит в том, что ей всего 15 лет, а применение санкций за употребление допинга возможно лишь с 16. В связи с этим Русада сняла с Камилы временное отстранение. Но разнообразные международные организации подали протест в спортивный арбитражный суд. Любые церемонии награждения с участием российской фигуристки Камилы Валиевой будут отменены. Это касается и командного турнира, где наши спортсмены уже взяли золото, и ее вероятных побед в личном первенстве. Такое решение вынес Международный олимпийский комитет после того, как спортивный арбитражный суд позволил Камиле продолжать выступать на Олимпиаде. На самом деле не столь важно, оправдательным или обвинительным был бы приговор. Вопрос в том, как можно пичкать 15-летнюю девочку допингом, ответила на него уже украинская фигуристка, которая также выступает в Пекине. Как выступать стабильно? Выпить много допинга и выступаешь стабильно. Только надо правильный допинг. Анастасия Шаботова как никто знает, что творится в российском фигурном катании. Коренная москвичка с детства тренировалась в Хрустальном, известном центре фигурки. И на себе знает, что там происходит. Мне интересно, вот, ну, в Хрустальном пьют или не пьют? Не, ну, конечно, пьют. Спортсменкой Хрустального, к слову, является Ивалиева. Высказалась о ситуации с допингом в российской фигурке и олимпийская чемпионка Оксана Баюл. Милдранат запрещен для приема детям до 18 лет. В любой деятельности, чаще коллективной. Если что-то идет не так, то виновата в этом самое высоко стоящее звено. То, что допинговая программа — это совместное детище ФСБ и правительства РФ, знает весь мир. Казалось бы, поймали, наказали, унизили. Докажите, что можете иначе добывать свои победы. Нет же. Иначе не умеем. Зато будем горлянку рвать о своей чистоте и честности. Мы эту саразу, которая действительно нас сопровождала, не просто победили, понимаете, а сделали все для того, чтобы сейчас вот это поколение было абсолютно нетерпимым. У нас чистая команда, у нас честные спортсмены. При этом они готовы обвинять кого угодно. За всем этим начинают угадываться манипуляции спецслужб. Понятно, каких? Конечно, понятно. Только российские спецслужбы вмешиваются во все и вся. На самом деле в таланте Валиевой никто не сомневается, и она, скорее всего, смогла бы выиграть честно, своими силами. Но Кремль настолько привык врать и жульничать, что играть по правилам он уже просто не умеет. Вообще самое плохое, так, это стенать и плакать. Нужно побеждать. Действительно. А каким образом побеждать, российскую власть это абсолютно не интересует. Так же, как и не интересует, кого и за что сажать. Пять лет лишения свободы для 16-летнего Никиты Уварова. Пятерочка. Подростков обвиняют, внимание, за подрыв здания ФСБ в компьютерной игре «Майнкрафт». Мол, ребята разрабатывали план реального террористического акта, а в игре проводили тренировки. Помимо этого, в виде доказательства подготовки теракта прокуратура назвала «чтение книг». Тренис совершеннолетних сторонников анархистских взглядов проходили совместное обучение путем чтения запрещенной литературы и просмотра видеофильмов. Совместное чтение литературы. Серьезно. Рэй Брэдбери оказался настоящим пророком для России. Мы сожгли почти все бумажные книги. Когда вы, ребята, подрастете, ни единой не останется. Детей садят в колонию за чтение книг и компьютерные игры. А глав республик поддерживают в желании рубать головы бывшим судьям. Воистину, страна-зазеркалье. Страна-антиутопия. Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов опубликовал видео, в котором он на чеченском языке обещает отрезать головы членам семьи бывшего судьи. Подобный джихад объявил и сам Кадыров, и все высшее силовое ведомство Чечни. Когда мы отрежем ваши головы, нас ждет награда. И это будет наш джихад с позволения Аллаха. Кадыровские силовики даже похитили из Новосибирска и вывезли в Чечню жену Янгулбаева. Судя по записи, в задержании Заремы Мусаевой участвовали минимум пятеро мужчин. На кадрах видно, как Мусаеву силы выволокли из квартиры. В лифте она упала на пол. Ее подняли и вывели на улицу, где посадили в автомобиль. Какой позор! Чеченцы теперь борются и берут в заложники беспомощных женщин. Хотя, чему мы удивляемся? За которыми мы будем стоять сзади, не впереди, а сзади. Пускай они попробуют стрелять в женщин и детей. И в случае с Янгулбаевым абсолютно не важно, кто он такой и в чем кроется конфликт с Кадыровым. Важно то, что глава и чиновники субъекта Российской Федерации открыты во всеуслышании и угрожают отрезать человеку голову. Простите, в какой период средневековье вернулась Россия? Формы жизни в современной России все чаще напоминают феодализм. С каких пор закон шариата или кровная месть выше законов РФ? В столице Чечни на якобы стихийном и несанкционированном митинге собрались 400 тысяч человек, выкрикивая проклятие семьи Янгулбаевых и сжигая их портреты. Россия уже докатилась до того, что даже гарант не способен остановить кадыровскую анархию. Кадыров абсолютно отвязался. На Кадырова нет абсолютно никаких рычагов влияния. Кадыров говорит, что хочет. Кадыров делает, что хочет. Как, впрочем, и еще один друг президента Александр Лукашенко. В большом интервью «Вечернему М» белорусно рассказывал много басен. Бог помог, не проводя операцию, решить все вопросы. То есть Бог сегодня белорус? Да, не только сегодня. Ну, оставим религию другим. Нас интересует другой вопрос. Вы видите возможность большой войны в Европе? Сначала Украина, потом Европа? Нет. Слишком комфортно мы живем. Владимир Соловьё, дом хороший, все. И не один. И не один. Знали бы они, что дом в Италии стоит дешевле, чем дача в Подмосковье. Ну, это... Верно. То, о чем мы говорили в начале. Слишком много российских интересов и комфорта завязано на Западе. И лишаться их никто не хочет. Ни Мордашов с Потаниным, ни Медведев с Шуваловым. Я надеюсь, что если он на самом деле столь глуп, чтобы вторгнуться, он достаточно умен, чтобы не сделать ничего, что могло бы негативно повлиять на американских граждан. Украинцам же важно понимать, что мы уже 8 лет сдерживаем российскую агрессию. И за это время дух и мощь украинской армии лишь укрепились. У нас есть то, чего нет у врага. Желание и стремление быть свободными. И мы 8 лет это демонстрируем всему миру. Поэтому отставить панику – это приказ спередка. Сейчас в соцмережах немного сияет паник, все переживаются, что делать, куда бегать. Не нужно никуда бегать. Живите спокойно, наслаждайтесь с жизнью. Збройные силы готовы для защиты своей страны, своего народа. И все будет Украина. Перемога за нами. Субтитры создавал DimaTorzok